ну что всем привет привет мы снова с вами в эфире подождем немножко отключится кто-нибудь так если кто-то не знает я представлюсь еще раз меня зовут ефремова юлия я из воронежа являюсь мастером практикующим инструктором творческим партнером конечно же компании ими инструктором являюсь как оффлайн так и онлайн так у нас сегодня с вами тема всем привет привет всем добрый день кто у нас там будет подключаться у нас тема сегодня свадебный маникюрчик так что давайте я переворачиваю камеру добрый день добрый день девочки рада всех приветствовать рада всех видеть давайте переворачиваем камеру и погнали с вами так сейчас пять секунд извиняюсь всегда технические моменты пока настроишь так так ну все вроде бы все видно девчонки да скажите мне как видно все ли хорошо ну я надеюсь что да ну смотрите давайте отлично все спасибо благодарю я подобрала вот такие дизайны ну разное скажем тогда как бы в одной тематике да но все равно разный вкус здесь у нас с вами и в тирочку я попробовала и фольгу на стемпинг кто-нибудь работал уже с этим гелем мультипл мультипл гель и стемпинг здесь просто в тирка и тоже белый стемпинг без фольги здесь попробовала здесь красивый сам цвет как бы такой да вариант и тоже просто несложный стемпинг ну свадьба у нас всегда да это что да его надо да 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 все верно свадьба это у нас что да всегда атлас что-то такое кружево да у кого-то будет более яркое платье у кого-то там поспокойнее да но тут вот не знаю на камеру видно нет здесь красивый сам цвет видите он с блесточками этой свадебной коллекции по ходу дела будем если что 418 с вами разбирать это на этом же цвете вот как здесь 418 до слайдеры вот такие вот очень красивые вот мне прям этот дизайн очень понравился здесь видите я попробовала один вариант глянец в тирка такая с легким переходом и здесь я попробовала в тирку в матовом мне тоже понравилось я не так давно как бы я обычно в тирку под глянец делаю но здесь вот решила попробовать вот так что вот такие варианты ну что мы сделаем с вами есть еще вот такой вариант но вот здесь например можно без песочка просто прорисовать да или тот же опять же стемпинг отпечатать очень красиво получается девчонки какой вариант делаем в эфире я пока типсинки готовлю что будем фиячить с вами все прикольно не то я постараюсь конечно но боюсь что все мы не успеем стемпинг одна есть иногда бывает ничего иногда конечно нужно все равно подпилить бывает вот что типсики неровные зебру ну ничего себе давайте зебру попробуем вот этот вы имеете ввиду да так ну давайте что вот стемпинг то есть смотрите если у вас конечно фольги нету может заменить например сверху справа цветочки до мнения разделились так девчонки ну что с чего начинаем смотрите я здесь использовала вот такие вот тоже цвета это вот здесь у меня из последний такой предпоследний весенний такие пастельные оттенки но здесь принципе можно брать любой и вот здесь вот даже я почему хотела вот взять сиреневый например да для разнообразия показать вот я очень люблю сочетание сиреневого и золотой втирки вот это вот 175 мне очень нравится ну давайте начнем сет из фольги да с вами ну здесь на самом деле не принципиально какой у вас будет цвет опять же да то что у вас есть в наличии то что вам нравится вы отталкиваетесь там от пожеланий клиента опять же да я говорю если там платье может быть у нее чуть ярче да бывает и с камнями там и со стразами и с бусинами то естественно мне кажется нофти можно сделать там поспокойнее да просто какой-то переход там не знаю я просто например french как-то я не очень я себе его не делала вот и вот этот мне конечно очень нравится цвет это вот эти вот варианты дизайна вот 418 он сам по себе очень красивый вот такой вот красивучий там такие какие-то тепленькие розовато персиковые блестки и вот он конечно тоже смотрится очень красиво мы с вами просушили цвет теперь берем с вами извиняюсь естественно топ теклас и делаем втирочку до топ сушим сушим минутку чтоб наверняка иногда 30 секунд бывает маловато я там в кадре все нормально бывает маловато и поэтому главное под втирку что нанести хорошо топ да то есть чтобы это было более-менее там ровненько до без всяких пыли на и минутку сушим с вами ну мне конечно нравится она как бы и белая красивая она прям вот эффект атласа такой дает ну давайте ее сделаем здесь вот у меня есть золотом давайте ее попробуем сделать с вами так вопросики какие-нибудь пока есть может быть что-то еще там по другим вариантам дизайна так ну я обычно знаете как я не использую какие-то дополнительные там спонжи я чистую перчаточку там одеваю для этого но так как у нас типси да и мы не будем себе усложнять как говорится жизнь потому что но одно дело на клиенте да нам там нужно чтобы все было аккуратно все чистенько никакой жирности но так как у нас типси да они для демонстрации поэтому она прям такая достаточно плотная прям вот реально дает эффект такого атласа все вот пальчиком мы сделали с вами и все ничего не досушиваем то есть я а нет стемпинг стемпинг здесь мне нужно покрыть ну например так как у нас фольга нет кстати здесь я не перекрывала девчонки вот смотрите когда если бы было просто цветом покрыто да и мы делали с вами стемпинг нам нужно было бы под фольгу нам нужно было перекрытия матовым топом там или прайма но любой что есть хорошо просушить да но так как здесь я уже втерла в тирочку то есть у нас как бы дисперсии как таковой нету давайте вот с вами сделаем но вариант вот здесь цветы у меня были вот с этой пластины на она вот прям такая реально свадебная были у меня ну вот этими цветочек сделан давайте вот попробуем можно вот взять например более какой-то да вот мне в принципе и вот этот даже понравился то есть вариант да такой вот как кружева прям на ноготочках розочки тоже на красиво буду ну то есть принципе варианты могут быть конечно любые любые это я сейчас открываю пластина номер 12 цветочный сад цветочный сад цветочный сад как уже неоднократно говорила катя я конечно фольгу убрала но я всегда вот так вот кисточкой взяла чуть-чуть да и всегда закрываю не бросайте гель никогда открытым иначе будет как вот джемки тоже клер мог подсохнуть и это все ну что давайте попробуем вот мне хочется почему-то вот эти вот пиончики попробовать пионы же наверное и я видите как я не хочу на весь мне хочется сделать вот чисто а вот так вот наносим и снимать я буду также вот ведь и даже кисточка засыхает если ее хорошо не помыть после этого геля кисть прям засыхает и смотрите снимать я буду также в эту сторону потому что здесь мне не нужны цветы все постараюсь за один раз все это сделать переносим легким движением так вам видно там но тут конечно сейчас быть не видно потому что все прозрачное прикладываем это же легкими движениями ничего никуда не давим просто приложили и перекатили и слушаем девчонки 15 секунд вот если стемпинг лаковый убирается со штамп очень хорошо то вот с этого в этот гель убирается сложно я его туда же свою в лампу подсушиваю буквально вот столько же сколько там моя типса сохнет и вытираю об скотч потому что гель достаточно липучий и его снять со штамп очень очень сложно сейчас мы сразу его очистим и все и потом он очень легко убирается а штампик видите он становится чистый а если вы не про сушным убирать очень очень сложновато он вытирается ну давайте вот возьмем золото это у нас было благородное золото ну рассказывайте все успели поработать с этим гелем или нет не знаю на камеру видно нет видите как он тоненького тонко-тонко отпечатывается но из-за того что у него очень сильно хорошая дисперсия фольга отпечатывается просто шикардос на подержали чуть-чуть и убрали видно видите все перенеслось то есть настолько вот такие тонкие линии видите я ничем не перекрывала то есть чтобы не было там лишних слоев я как в тирку сделала на т класс и видите у меня отпечаталась только туда куда мне нужно ничего лишнего ни одной капельки нету фольги то есть только туда куда нужно ведь его тоже красиво здесь вот ими цветочек да а здесь вот такой вот пиончик то есть чистая прям кружева она это очень красиво такой стандартный этот цветок да но вот здесь вот тоже прям то есть уже немножечко по интенсивнее можно например перекрыть матовым да ну можно и в глянце оставить здесь уже опять же я говорю по желанию ваших клиентов видите на самом деле ничего сложного когда ты знаешь технологию у тебя все получается и вот стирка конечно очень красиво он получается правда такой вот атласный вариант все и отправляем сушить в лампу здесь уже конечно окончательно и там например просушка она уже подольше можно и и отправлять там до конца до уже досушиваем так все фольга нам собственно не нужно так чё у нас там были пожелания пожелания зебру да ну давайте сделаем зебру чушь там смотрите здесь тоже но так как типа вот это ньют здесь я брала конечно цвет такой бежеватый до какой-то ореховый там без разницы можно это делать если у вас сделан там например беж можно гели еще раз на зоне конечно секунду вот скриньте multiple design гель классная вещь он разработан именно для фольги и вот у меня кстати на ручках вариант сделан тоже этим то свете он дает вот такой объем он как отпечатывается со стемпинга так и отпечатывается вот такие объемные можно делать дизайны в разных вариациях все могу убирать за скринили если что можно еще потом там будет в комментариях написать так на чем мы остановились то есть если у вас сделаны ноготки камуфляжем да тоже смотрится шикарно то есть например вот можно сейчас даже брать не цвет да там оком ну давайте цвет уж возьмем ладно пусть будет а то есть если у вас достаточно такой плотный камуфляж красивый она вот и на сиреневом переход этот белый видно и на бежевом да и камуфляжные ноготки тоже всегда смотрятся красиво просто тип сана видите более прозрачная такая розоватая а вот она бежевом конечно получается так прям плавненько всегда красивенько здесь у меня сделан простой мой любимый градиент который обычной губкой я даже не использую там аэропуфинг все это тип сенка у нас с вами готова то есть опять же да здесь исполнение может быть разное может быть им как на весь ноготок отпечатано например да то здесь можно играться где-то полностью сделать где-то нет может быть кто-то решит там допустим вот в этот цветочек серединке добавить стразы да если под платье опять же у невесты это все здесь нужно уже я всегда спрашивают если были свадебные маникюры я всегда говорю то есть если записываются игры вы мне фотку платья и уже от этого мы естественно отталкиваемся ну будем считать что у нас с вами просохла вот тут как раз у меня альпийский снег обычный альпийский снег вот такой вот переход губкой гель-лаком не сделаете то есть гель-лак это по мокрому всегда мы делаем даю кисточкой для градиента растушевываем а вот эти вот градиенты мои любимые это вот я делаю обычной губкой главное вот макнули и хорошо отжимаем и берем вот смотрите девчонки даже боком поверну я как бы беру и вот так вот видите на кончик на кончик а туда она как бы сама его растушевывает здесь вот важный момент хорошо растушевать это все чтобы смотрелось плавно и не было вот этого какого-то там найти грубого единственное нужно хранить всегда ее это чтобы чистенькая она была и в каком-то может быть или контейнере вот в таком же тоже чтобы не попадала никакая может быть здесь конечно столе что-то попало вот эти он получается такой достаточно плавный можно там другим кончиком вот так вот то есть где вот эту границу нам нужно очень хорошо вот эту границу убрать да здесь мы потом добавим я всегда делаю в два слоя этот градиент чтобы на кончике добавить сушим буквально 15 секунд там очень тонкий слой поэтому этого больше чем достаточно и всегда вот этот потом гель тоже с пластины и кисточку не забываем чистить иначе потом все новый кинштейн видите я добавляю еще красочки и прохожусь как бы по кончику еще раз чтобы здесь у нас было с вами поярче ну такой элементарный то есть вообще прям для свадебного дизайна очень даже красиво красиво и отправляем сушить сейчас уже можно там 30 секунд просушить и опять же если мы знаем что мы там хотим ну например вот наподобие как здесь тоже сделать да то есть каким-то шерми кончиком можно кстати вот добавить цветочек а вокруг сделать полоски тоже вариант очень очень красиво вот давайте кстати сделаем что-нибудь такое то здесь я бы допустим обезжирила до под шерми кон но так как у нас здесь с вами этот градиент да я не могу обезжиривать поэтому я естественно что беру я беру т класс и можно не весь даже ноготочек перекрывать а вот сделать где-то например а вот здесь где можно и весь покрыть но можно например чисто вот вот этот под шерми кон и просушиваем можно допустим что там любую надпись какую-нибудь да вот тоже там и и с белым и золотом очень красиво вот так же как здесь у меня например да там вдоль наклеить ну вот я говорю с цветочком тоже будет у нас же как бы свадьба да вот какой-нибудь там вот это вот будет там розочка да ну то есть золотистый можно взять ну любое тут уже опять же все я говорю нужно пробовать пока не попробуешь не поймешь будем считать что просохла нужно мне кажется вот так можно ну нет раз уж у нас надписью так значит мы клеим вот так если бы было без надпись там можно было бы допустим покрутить этот цветочек в ту сторону в какую нам нравится да все прижимаю и вот теперь смотрите девчонки но опять же можно и глянец но если вот мы будем рисовать им пасты да нравится мне этим самым матовым например да если им паста у нас глянцевая то есть можно оставить без вот этого блеска и я всегда беру топ слайдер я уже об этом говорила неоднократно почему не ты класс потому что на слайдере так как он с липким слоем то есть мы запечатываем тем самым наш шермикон в основном все дизайны я перекрываю топом два слоя в основном то есть мы запечатываем наш шермикончик ничего если вы боитесь что будет толстый ничего там толста не будет слушаем 30 секунд так как у нас это промежуточная и потом уже покрываем матовым вельветом потому что матовый топ на слайдере носится идеально идеально вот у меня у самой до матовый и клиентам я также если есть я делаю но мы будем считать что у нас просохла у нас же с вами типса мы же не на клиенте делаем извиняюсь и не забываем что матовым топом мы с вами перекрываем так достаточно плотненько без придирающих движений иначе матовый топ будет полотен сеть можно там перевернуть пальчик клиента чтоб все у нас там под выровнялась да и отправляем сушить уже допустим когда вы сушите окончательно дата уже так как делаем делаем с блеском или без блеска давайте просто сделаем здесь у меня присыпано давайте просто сделаем так рисовать мы будем им постой им посты по финишу им посты всегда открываем и им посту всегда перемешиваем перед применением мы же ей все равно там ну не каждый день скажем так и работаем да она отстаивается у нее есть такая особенность поэтому обязательно перемешали взяли себе капельку вот я обычную шутку доложить но сюда пристроим мне так вот удобнее я обычно с ноготка рисую потому что у тебя все под рукой смотрите как красиво то есть даже так уже да здесь конечно длина и вот хочется что-нибудь все равно да это добавить рисуем всегда то свете я краску взяла у меня на кисточке есть но мы очищаем кисть всегда то есть мы испачкали кисточку и вот так вот всегда прокрутили еще ее почистили то есть кисть должна быть в краске но она должна быть чистая как только у вас наберется много краски на кисть она вам не будет тонко рисовать и берем но здесь у нас не сказать что прям такие там где-то будут потолще линия где-то потолще поэтому тут как бы не принципиально прям тонкую брать линию да и и пробуем свою чем поближе поднести всегда доводим не бросаем на середине ничего симпосты то есть вы можете прорисовать вот это вот все полностью весь дизайн то есть вы набросали да потом уже начинаете добавлять где-то там пожирнее добавляете где-то потоньше а теперь наоборот у нас здесь с вами будет тоненькая здесь там будет пожирнее полосочка но это все не принципиально да здесь нужно уже опять же как вы себе видите у всех все равно разное можно смотреть на один дизайн но и его повторить по другому и здесь уходим на тоненькую то есть должно быть по-разному полосы должны у нас как бы чередоваться здесь опять делаем с вами вариант тоненькую линию до там видно хоть вам вообще на камеру что я делаю это то есть видите вы до краешка дошли и и не забывайте доводим как бы до конца до чтоб нашли не не висели в воздухе дополняем то здесь уже по желанию девчонки хочется там порисовать вам значит порисовали не хочется значит не рисуем делаем так как вам комфортно вот видите почему допустим на матовом до сочетание вот этого вот белого очень красиво можно конечно вручную там нарисовать и и кружева да но зачем если сейчас есть у нас волшебный стемпинг ну вот собственно тогда у нас как бы сочетание с вами с беленьким и вот теперь уже допустим если сделать вот так вот с блестками да нужно сейчас на мокрое присыпать но именно не бархатный песок а блестки на непросушенную м-паста если просто мы вот так вот с вами оставляем то отправляем сушить и на две минуты в лампу нужно очень хорошо просушивать ну и давайте тогда уж как заказывали сделаем вот этот вариант с вами благодарю вас за сердечки задавайте вопросики так кстати я пока там типсона сушатся я еще такое объявление сделаем будет проходить опять такая новость до предстоящей этот акции апгрейд опять будет баз и топов уэмми и соответственно господи что я делаю можно принести свои пустые флакончики ненужные ненужные флакончики и обменять их на скидку на скидку при покупке баз и топов и ими ими плюс для участников будет проходить розыгрыш поэтому девчонки если кому актуально берем свои бутылочки идем сдавать так у нас начале запрос был вот на этот дизайн мне очень понравился красиво . давайте делать с вами цвет 418 из свадебной он тоже коллекции но здесь можно нам такая прям плотность не нужно вот его достаточно даже в один слой он хорошо очень ложится такой вот и не знаю скажите мне камера передает вот что он такой блестящий красивый сушим короче вот вариант получился у нас с вами да здесь с блестками здесь без все опять же я говорю нужно смотреть под запрос под запрос так покрыли с вами что у нас там допустим если мы делаем на весь ноготочек да классно спасибо спасибо девочки мне приятно обратная связь если вот здесь на весь ноготок то мы сразу топ слайдер наносим да если допустим добавить опять же какую-нибудь красотульку нам с вами да а то нужно опять же но я бы говорю я об этом я обычно обезжириваю если это обычный цвет без всяких там переходов но здесь цвет шиммером поэтому мы его обезжиривать не можем с вами так мы давайте если здесь у нас идет с этой стороны до вверху давайте сделаем белые цветочки внизу а надпись тогда пустим сюда спасибо девочки так вот тут я тогда наношу тэклос под надпись не буду проходиться по всему ноготку сушим значит что используется в этом дизайне используется цвет 418 мы сейчас говорим с вами вот про этот ноготок четыреста восемнадцатый цвет кто там девчонки спрашивал здесь у нас а какой-то номер господин номер 44 nail cross 5d номер 44 изысканность так ну будем считать что у нас высохла с вами и так как мы решили почему я клею не потом а сразу для того чтобы нам шермикон перекрыть так как мы решили что у нас теперь цветочки пойдут здесь внизу вот можно смотреть вот тут красивые тоже есть такие надписью тут что-то там тоже здесь хэппи где-то и так что читала допустим у чё тоже она красивенько да вот такая вот эти нежная классная то есть вариант можно и опять же там цветочки до пристроить не пойму в какую-то сторону то надпись но нет мне вот хочется все таки надпись взять так мы помним да у меня здесь топ теклас я специально нанесла чтобы приклеить шермикон все таки вот она вроде бы незначительная такая не навязчивая но когда вот она все в совокупности мне очень нравится и вот видите почему я матовым допустим вот такие мелкие детали они когда в глянце они не так читаются а когда в матовом вот она прям хорошо все читается каждая вот тонкая даже линия так теперь что мы делаем теперь мы берем топ слайдер топ слайдер берем и опять же то есть мы тем самым запечатываем наш с вами шермикон и готовим нашу липкую поверхность для последующих наших декораций этот nail crust он клеится то есть это на водной основе наклеечка да он только она липкую поверхность клеится мы делаем с вами тоненько не утолщаем не наваливаем перекрыли слайдером там видно вы мне хоть скажите это что-то мне кажется что фокус уходит и сейчас мы с вами сушим 15 секунд то есть 15 20 все видно как хорошо спасибо нам важно не пересушить слайдер то иначе если он пересохнет мы потом с вами ничего не сдвинем не сдвинем нашу наклеечку если вдруг и сюда поставлю если вдруг нам надо будет поправить вот я вам показала но я возьму вот этот вот уже начаты вырезаем я всегда вот под слайдер у меня стоит просто забыла водички налить у меня вот так вот всегда вот этот контейнер ватный диск там лежит и всегда наливаю водичку чтобы меня все под рукой было так ну и смотрите нам нужно прикинуть басовыми то есть нужно что-то вот такое да чтоб вот пустить вот так как бы здесь можно вырезать там какую-то целиковую композицию до ее потом сдвинуть а можно подобрать самим там скомпоновать здесь все идет отдельно то есть видите каждая веточка она идет отдельно работали такими декорациями декорациями рассказывайте знаете как они крепятся то есть здесь весь смысл в этом да что они сейчас вот мы прикинем допустим вот так вот мне надо еще что-то вырезать нам какую-нибудь еще вот такую возьмем да можно допустим если вы знаете да что на весь ноготок вот сразу вырезали вот такую большую поверхность до с этим не то вообще со временем ну класс то есть смысл тогда он все равно один и тот же с этими или с другими и вот я кладу сюда можно в салфетку но салфетки опять могут быть там не такие влажные да и надеюсь они за пять секунд то здесь весь смысл в чем да стемпинг он у нас с вами получается гладкий да а здесь вот видите он прям объемный то есть вот они они прям классники такие и клиентам это очень нравится они изначально не понимают да что он вот объемный почему должно быть все равно все на образце где им лучше видно все он размачивается очень быстро топ слайдер у нас с вами просох знаете как наверное вот почему я говорила что нужно не пересушивать вот я думаю что наверно лучше вот в эту сторону повернуть что как тут она там голая чуть-чуть лучше там потом обрежем то есть можно здесь видите подвигать посмотреть что больше нравится то есть если мы слайдер не пересушили мы все можем подвинуть можно конечно вот сюда еще немножечко пустить маленькую какую-нибудь веточку мне кажется что не хватает как будто бы хочется немножко еще добавить мы вроде успеваем с вами красивенько правда получается такой он прям вот нижний реально свадебный дизайн сейчас отсюда еще чуть-чуть перестроен вот-вот теперь красиво все все и теперь так как мы с вами сушили 15 секунд всего теперь нужно обязательно досушить отправляем на 30 секунд в лампу обязательно досушиваем все когда просох мы берем с вами по свободному краю до что что что-то и по свободному краю вот это вот все лишнее убираем если где-то там есть теперь девчонки берем ультрабонт такая то думаю нет это не рисование так это вы просили этот дизайн показать да нет девчонки вот видите как говорится хорошо сделанный дизайн да если клиент думает что это нарисовано значит все окей да смотрите обязательно ультрабондом мы всегда любые слайдеры проходимся но этот особенно важно убрать всю вот эту прозрачную пленочку весь этот клей обязательно ультрабондом прям хорошо проходимся и я напоминаю что если вот с клиентами вы работаете для вот таких дизайнов ультрабонд у меня стоит отдельный чистенький хорошенький ультрабонд ни в коем случае тот который вы используете для дизайнов покрывать клиентам ноготки ни в коем случае все теперь берем матовый топ с вами матовый топ покрываем то есть здесь у нас шармикон с вами запечатан поэтому мы за него не переживаем то есть клиент его не сковырнет никуда не денется потому что он под слайдер топом у нас наносим сюда и теперь берем любую кисточку так как здесь такие лепесточки очень маленькие я взяла вот такой вот какая там у меня была под рукой и смотрите я беру и вот так вот кисточкой прям по декорациям прохожусь и снимаю тем самым я открываю вот этот объем который самый вот как раз красивый в этом дизайне да видите прохожусь кисточкой не везде а вот чисто вот по этим прям лепесточком снимаю на что сильно не усердствуйте вот чисто по листикам прошлись и теперь отправляем в лампу все естественно кисточку вытираем все вытираем и просушиваем тоже хорошо то есть если вы вывод на клиенте сейчас там сушили две минуты да ну то есть окончательно просушка у кого-то может быть и 3 все зависит от лампы еще раз покажу вам пока но красиво вот прям на этом цвете то есть опять же да можно быть на любом но на это вот очень нежно смотрится не знаю без камеры там не видно вот что он вот этот мелкий шиммер он чуть-чуть все равно переливается вот прям вот свадебное платье вот что не говори да вот у нас с вами такой комплект сейчас получится досушим ну будем считать да что у нас высохла вот я про что говорю то есть в глянце понимаете такая тонкая линия на читаться не будет а здесь матовом каждый вот этот мельчайший мне знаете что хочется сделать где моя тонкая кисточка беру там топ текласс ну немножечко вот такой вот сделать заманушечку видите я топом взяла и сердечко обвела чуть-чуть вместо стразинки нарядим его чуть-чуть так пока мы ну да собственно ведь я еще не успел не успела прочитать можно абсолютно можно я с вами согласна но мне наоборот нравятся все вот эти блестящие декорации которые золото или серебро мне именно нравится в матовом но опять же естественно в этом отталкиваетесь от своих вариантов да и от своих желаний вот я не надпись я сделала сердечко видите выделила и он такой вот как строзиулечка поблескивает красиво надо это так девчонки какие есть еще вдруг вопросы пишите значит смотрите еще раз давайте с вами за финалем за финалем с вами но смотрите как а вообще вот это просто мне кажется писк получился на скажите красота как и что мы здесь использовали с вами 418 цвет nail crust номер 44 ну и шермиконы разные здесь опять же что у вас есть один я использовала цветущая гармония 246 другой 200 но и тут уже перепутаны это не саванна сейчас это вот наверно fly вот так или маленько саванна вот где знаете какая вот эта вот надпись вот это вот которую первую я на готовой тип синки это вот из этого шерми кончика а мы сейчас с вами делали вот эту вот из этого так да понятно 418 топ слайдер топ вельвет собственно да и основная это вот эта декорация цвет может быть любым любым цвет может быть подбираете под себя так что мы еще с вами делали мы делали с вот этот вариант да ну здесь я же говорю опять же можно сделать просто на камуфляж мы здесь использовали с вами альпийский снег для перехода такого быстрого и им паста у нас используется для дизайна до для полосок подведем финал ну и здесь что здесь втирка на вот этой тип синки у меня вот здесь золотая 175 а здесь и вот на этой тоже тип синки там тоже втирка 207 эффект атласа дождите мы счет еще делали а где вот смотрите все равно разница есть сейчас поближе их покажу то есть казалось бы да два одинаковых дизайна но вот здесь втирка с атласом а здесь видите и втирочка сама такая золото отличается немножечко то есть здесь уже нужно смотреть да по желанию клиента кому что но наверное мой фаворит это вот этот ну я вот это тоже очень люблю вариант потому что не все может быть хотят минут кто-то хочет чуть там по экстремалите вот сиреневым тоже сочетание ну вот этот конечно фаворит так девчонки я рада была вас всех видеть если какие-то вопросы давайте я там еще тогда отвечу в комментариях всем пока пока до новых встреч